Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим игру, вышедшую в 2006 или в 2007 году. Просто что-то меня память на этом моменте подводит постоянно. Игру, написанную по книгам Анджея Сапковского «Меч предназначения» или просто «Ведьмак». Это первая часть. Игрушка была просто какой-то невероятной. Так... Так, лава-мышь. И мы начинаем. Я не знаю, вряд ли я буду её проходить, но просто вот так поностальгировать очень и очень хочется. Тем более, что не так много времени пройдёт, как выйдет третья часть этой великолепной игры. Вторая часть всех поразила в своё время графикой и великолепным сюжетом. Но она не порушила традиции первой части. Поэтому, надеюсь, третья нас не разочарует. А сейчас смотрим «Ведьмак». Первую часть. Вот уже пять лет Северные Королевства пытаются залечить раны, нанесённые Великой Войной. Чума и голод терзают страну, и никто не считает их жертв. Уцелевшие воины разбитых армий эльфов и гномов скрылись в лесах и готовятся к своей последней смертной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях былых сражений. В городах и сёлах люди задают себе один и тот же вопрос. Что стало с ведьмаками? Голубые горы к северу от Каэдвена. 1270 год. Со дня окончания Великой Войны прошло пять лет. Каэдвен, Каэдвен! Мы все прекрасно знаем, что случилось с Геральдом. Те, кто прошли вторую часть. Ибо первая нам даёт ответов очень на мало вопросов. Но это всё-таки начало истории. Где я? Лежи. Всё в порядке. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. Да, помню много лет назад. Это уже сколько? Восемь лет прошло. Я ничего не помню. Эта игра выглядела просто потрясающе. Мы уже почти в Каэрморхене. Да, Каэрморхен. Знаменитая крепость ведьмаков. Которая переживает явно не лучшие времена. Но ничего не поделаешь. Каэрморхене. Мы дома. Лео, зови Трис. Ваше время истекает, ведьмаки. Радуйтесь жизни, пока можно. Привет, профессор. Давно не виделись. Очень давно. Не так. Где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Всегда. Всего два дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пируэт. Защита. Удар. Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт. О! Да, Трис Мерригольд. Как же ты поменялась. Точнее, как же тебя изменила вторая часть. Ты все вспомнишь? В Каэр Морхене времени спешит. Ха! Вышло! Неплохо. Отдохни. Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? Че там такое? Ждем остальные. Он один. Профессор обещал 50 аренов за каждого вырядка. Он мой. Не тут, да? У нас гости. Ого. Нормально. Гостей, конечно, сюда не звали. Я закрою ворота. Геральт, хватай меч с тренажера. Ну че, обучалку? Давайте мне уже ее сюда. Ох, забыл уже все. Да, действительно, позабывал уже все просто. Ой. Ой, ой, ой. Как это все? Как это все необычно. Как ты себя чувствуешь? Хреново. Хорошо. Руки дрожат. Кто знает, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каэр Морхен. Это мы и так знаем, Мерегат. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Всему свое время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор. Ты не должен был становиться у меня на пути. О чем ты? Так. Да, ух, помню, помню это все. Причем, самое мне запомнилось из этого всего, это локация болота. Не помню почему, но помню, что там было мерзко. Что происходит? Что происходит? Пробуют пробить ворота. Без стороны они могут... Пробили. Черт. А это что? Химера. Трудная тварь. Да. Помню, помню. Волла, знаю его. Безумно тщеславный, аморальный маг. Он подчинил тварь. Причем большую. Готовьтесь. Их больше. Они уже на верхнем дворе. Тот тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Я чувствую магию. Среди них есть чародей. Ну вот это тут. Блин, только я не помню, как его уже зовут. Профессор, ты знаешь, путь веди. Так. Профессор разыскивается в Редании, Тимирии, Каэдвени. Короче, везде. Я не слышала о таком чародеи. Меригальд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволу. Остальная работа ведьмаков. Я попробую. Они приближаются. Химера. Одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе. Именно. Эскель, Ламберт, остановите Химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральд, ты откроешь ворота в верхний двор. Когда мы окажемся там... Трис, сможешь остановить Саволу и его зеленого любимца? А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральд, иди вдоль стены и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Один? Они просто бандиты. Пускай один из них известен. Но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, волк! Ну да, спасибо. Хорошо хоть меч дали. Так, пока ничего собирать нельзя, но и ладно. Так... Ой, слишком рано. Блин, помню эту боевую систему. Она как-то так мне доставляла. Все эти быстрые движения. Просто красота была. Ты пожалеешь о том дне, как я родился. Ох вас тут охрена. Ты пожалеешь о том дне, как я родился. Очень, очень забавная боевка. Так. Вот стили. Даже помню, как я кнопкой. Вот как это можно не любить, а? Великолепная игрушка. Это было в свое время. Да и сейчас вот ее, в принципе, можно играть. Но она уже далеко не так приятно выглядит, как годы назад. Годы прошли, все равно уже... Воу, лучники, будьте попроще. Вау. Нифига там глубина. Слоу моушн. А, адью. Удачи, пацаны. Часни пройти. За мной, назад, к Саволе. Получи! Ты думаешь? Хм, я б не был так уверен. Когда-то я был крайне хорош в этой игре. Я не думаю, что многое поменялось с тех пор. Да? Я смею. Вроде как справились. Вроде как справились. Эй, сюда! Пардон. Ого! Смотрите, а он отпустил Химеру. Она больше не привязана, это плохо. Ага. Чёрт. Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Вы могли бы рассказать о лестнице? Ламберт и Эскель должны были её вчера исправить. Мы не каменщики. Всё понятно. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Они не прячутся, ребята. Посмотрите, правда, глаза ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя моё. У нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо узнать, что им нужно. Не всё сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, малышка. Согласен. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведёт. С магами. Окей. Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь. Узнаем, что происходит. Мы тут же вернёмся. Не волнуйтесь. Возьмите зелья. Гром выпей сейчас. Ласточку прибереги. На случай, если понадобится, вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, мол, я играю на лёгком уровне сложности. Вдруг Саволи что-нибудь ещё взбредёт в голову. Ничего сложного. Так. Ну, что он там сказал? Гром выпить сейчас, да? Это ласточка. Ну, чё, погнали. Да, вот на Альфе у нас предметы подсвечиваются. Вперёд. Крепость Каэр Морхен. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлёкся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал. И потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал. А потом смеётся. Ничего страшного. Ты пожалеешь о том веке, когда родился. Да? Ох, нифига. А ну я просто с громами хруплю. Без грома было бы куда сложнее. Я думаю. Но, тем не менее, они всё равно ложатся очень и очень быстро. Нормально. Надо было найти себе другого противника. Да, вот это вот переключение между стилями. Вот силовой, ну этот как бы лёгкий стиль и массовый стиль. Это просто красота. Ну чё, пошли? Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Знаете, Ведьмак это такая всё-таки неторопливая игра, которая... Ну вот, на атмосферу, на погружение в мир. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Ха-ха-ха. Ещё недавно ты жаловался, что Савола их всех убьёт. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность. На тебе они его считали покойником. Известный убийца. Лево назад. Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. Сработал. Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши маки нас не побеспокоят. Но это плохо. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Каким? Знаком Аарт. Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильне. Не сгибаются. Сделай знак Аарт на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий. Огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Даже я помню эти знаки. Ну ладно, че. Сейчас все вспомним. Даже я помню эти знаки с одноименного сериала. Вот это вот оно. Да. 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 Получилось? Эм. Разобьем. Наверное. Я знал, что это сработает. Возвращаемся наверх. А то Ламберт сам убьет Химеру. Не уверен. Так. Щелкните правой кнопкой мыши по цели. Понты. Все удобно. Все узнаваемо. Даже можно сказать интуитивно. Так, че ты. Да. Все действительно очень просто. Дальше больше. Это все-таки РПГшка. И тут полно, полно всякой прокачки. Потом все покажу. Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума с сифилис и проказа. Вы просто как дети. Почему вы не сказали мне о круге? Трис, дитя мое. Мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Но это нормально. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Меригальд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Ты дебил. Если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, не сердись. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Нам разделиться? Геральд прав. Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. Нам надо разделиться. Но я все-таки ведьмак. Кто куда идет? Займусь Химерой. Ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволовой. А ты, Геральд? Нам обоим может понадобиться твоя помощь. Слышь, мне действительно лучше... заняться Химерой. Тогда я пошла. Ты не можешь сражаться за нас всех. Я с тобой. Это очень мило, Эскель. Но я телепортируюсь в вашу лабораторию. Савола ментально связан с другим магом. Я использую его как маяк, а ты можешь потеряться в дороге. Будь осторожна. Я взрослая девочка. Я справлюсь. Ну, смотри. Эликсир Филин увеличит твою выносливость. И еще. Когда начнется заварушка, бейте в колокола и котлы. Знаком ААРТ. Нам нужен шум. Я хочу, чтобы нас услышали в самой Визиме. Савола читает заклинание. Что-то сейчас произойдет. Земля дрожит. Чувствуете? Сейчас прорвутся. Трис, уходи. Мы займемся. А вот и Савола. И его подручные. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Что-то как-то это все крайне странно, да? Давайте-ка херанем Филина. И хернем ласточку. Что там происходит, я не понимаю. Да шо за говно. Да шо за говно. Да шо за говно. Я чё-то не могу курить. Чё тут ещё есть? Ну чё, справился? Нет. Вах. Вставай, вставай. Ого. Она меня сожрала. Нифига себе. Вот это новость. Как так получилось, никто не знает. Ну ладно. Этаж битва будет с самого начала, если я не ошибаюсь, да? О чём вы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Три. 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 Не, ну я всё-таки химерой займусь. Три. Что за херня? Как так получилось-то вообще с говном? Земля дрожит, чувствуете? Да, чувствую, чувствую. Давай. Я готов. Короче, вы занимаетесь этой херней. Всё. Спасибо. Все, лучше уходить. А это что за ерунда? Не сработало. Почему на... Так, а эти алики у меня остались? Ласточка есть, филин. Мне нужен сейчас филин. Бодрее, восстанавливайся. Блин. Блин. О! Так, 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 так. Все по тактишу, все по тактишу. Нормально. Звони, звони. Победа. Они глядят в лабораторию. Тот маг недооценила его. Быстрее! Трис! Твою ж мать. Не, ну ты умереть не можешь, конечно. Ты слышал, что сказала Трис? Они нашли лабораторию. Мы не можем позволить им похитить наши секреты. Как ни прискорбно. В этот раз Трис права. Мы должны их остановить. Геральт, вы слева бегите к библиотеке. Я пойду к Трис. Будьте осторожны. Мы не знаем, кто эти налетчики. Ну понятно. Мы сделаем все возможное, Весемир. Быстро! Да, конечно, погнали. Ну и как тут можно прерваться? Даже не просите. Так а что вы ханыжитесь вперед? Нашел. Теперь у нас есть все. Это просто коробка. Хотя. Че ты такой выродок, а? Зареканец. Профессор, займись ведьмаками. Молвит, видимак, собьет стрелу на лету. Собью. Без вопросов. Проверим. Лео, стой! Блин, ну че ж вы молодого зеленого со мной отправили? Байка, как и думал. Да. Че, в сердце, да? Хреново. Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Да, легкое. Где экстракт Рефорда Белого? Все. Держись, Лео. Он был здесь. Его не спасти. Не найти. Весь мир. Лео умер. Да, печально. Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Хорошо. Давайте отдохнем. Ну вот. До рассвета. Так и что скажешь, Весемир? Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео. Но только после того, как придет в себя Трис. Да. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя. Наконец-то ты проснулась, Мерри Гольд. Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале. Хорошо. Да, вот такая вот игрушка, вот такая вот завязка. Нынче таких игр уже не делают. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. А вот хотите, не хотите, но я все-таки возьмусь за прохождение Ведьмака. Это долгое, конечно, прохождение. Неторопливое. Даже, можно сказать, скучное. Я не буду выпускать по нем серии прям уж часто, но постараюсь его пройти. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.